Друзья, с вами студия StarLadder TV, у микрофона Арбилин, и мы наконец-то можем начать смотреть матч Dota 2 Asia Championship 2015 между командами Ace и Dream Gaming. Ну, насчет Dream Gaming, кстати, никакой информации по составу у меня абсолютно нету. Ну, по Ace, хотя бы по никам смогу прочесть всех, потому что, допустим, тяжеловато мне будет прочесть вот этот никнейм, но здесь Кир, тут замена, замена, но один ник, короче, я не прочту. Что ж, это четвертая встреча, серия Best of 2, играют команды Ace против Dream Gaming. Это предпоследние, так скажем, встречи на канале StarLadder 2, параллельно на StarLadder 1, там Вилат комментирует Best of 3 серию Na'Vi против Empire, так что, кто глорит, кто болеет, обязательно идите и смотрите. Ну, а кому не так важно, оставайтесь здесь и продолжаем всматриваться в китайскую Dota. Ну, что, Висп с Нагой в бане, Эмбер и Тайд в бане, где-то мы это уже сегодня видели, пикают Акса. Такое ощущение, что у команд больше другого варианта и нету, все стремятся к какому-то одному пику. Еле-еле мы прогрузились, постоянно вылетало. Вылетало у человека под ником KLC, по-моему, или 82-444. Интересные, кстати, некие у китайцев. Ладно, не суть. Короче, вылетало у кого-то из членов команды Ace и не могли мы зайти, там, экраны смерти, там вообще 40 или 50 минут обновлялась Dota. Короче, как-то так. Ладно, смотрим первый пик от команды Ace. Что же они все-таки пикнут? Возможно, мидера какого-то оставят на потом и пикнут здесь саппорта. Мне почему-то так кажется, было бы неплохо. Ну и смотрим, кто на пиках. У Уэйс сидит товарищ Сикрет, ну и здесь Кью сидит на пике Dream Gaming, причем это с Тандыном он сидит. Короче, как-то странно. Джакира Брю Мастер. Хорошая комбо-вомба. Джакира может идти в Хартлэйн спокойно Брю на мид. Одни и те же герои, все довольно скучновато. Но у нас, кстати, тем временем там на Старладере 1, Навис, Эмпайр, Бест оф Три, я уже говорил, и Эмпайр сделали Ферст Блад только что. 1-0 счет стал. 26 секунд там прошло, и вот 1-0. Кто умер, я, к сожалению, не увидел, поэтому извините. Ну а у нас Skyverse Mage. Инвокер отправляется в бан. Третий бан от команды Эйс. Интересно, что же они придумают. Наверное, тоже какого-то мидера или кэри. Вот одинаковые баны. Вряд ли что-то будут выдумывать. Сларка забанили. Ну, кэри, в принципе, Сларка постоянно банят, потому что Сларк имбоват. Хотя, как по мне, Акс тоже имба. Ну, и 1-1 счет. Тем временем на Старладере 1. Ну, просто мало ли, ребят, кто хочет, идите смотрите. Я никого не держу. Я понимаю, у каждого свои приоритеты, поэтому... Ну, и вайпера мы, кстати, увидим первый раз за день, за сегодня. И это меня очень радует, потому что обычно постоянно он в бане оказывался. Но здесь Зевса забанили, Джиггернаута. Опять же, дефолтные довольно баны. Ничего пока что не меняется. Зевс сильный нюкер. Сларк может хорошо гонгать, может выйти в очень глубокий лейт. Эмбер. Ну, мы знаем, что Эмбер готов делать с Battle Fury и критами. Ну, висп с нага здесь и так все понятно. Это вообще... Висп может играть со многими героями. Полезный он, получается, саппорт. Ну, нага это хард пушер. Здесь он абсолютно не нужен. Китайцы понимают, что это лишнее будет. Инвокер. Прокасты. Мы уже с вами обсуждали не первый раз за сегодня. То, что инвокер дает сильные прокасты. И плюс у него есть некий пуш потенциал. Если через форгидов там прокачиваться, то можно быстренько там спушить Т1-ТВ ручки. Ну и Джиггернаут. Здесь опять же все ясно. Потому что Джиггернаут может переворачивать игры своим ультимейтом. Если, конечно, качественно его даст. Ну и третий пик, вот, думаю, долго, ребята, из Dream Gaming. Уже 50 секунд у них остается. Господи, там уже успели поотключаться люди. Лишь бы не отключался сейчас Dream Gaming и товарищ Сикрет не отключался. Потому что, ну, уже как-то хочется стартануть. Потому что, я же напоминаю то, что это Best of 2 серия. Это только первая карта. Мы еще даже ее не начали. Но и Леона пикают. Вот, очень мне нравится всегда такое комбо-вомбо Skyverse Mage с Леоном. У Леона есть палец, у Skyverse Mage есть Mystic Flare. И можно это комбинировать через стан, либо через хекс. И вносить сразу огромное качество дэмэджа. Вот смотрите, на первом уровне можно нанести 600 плюс... Сколько здесь урона? Плюс 600. 1200 урона. Плюс там с танчиком еще можно 80 накинуть. Там можно еще... Там залетит какой-нибудь Аркана Болт, вкачанный в 2, там на 80. Ну, короче, больше косаря точно дэмэджа можно внести. Потому что там еще, не забывая, маг резисты есть. Поэтому чистый дэмэдж не получится внести. Там, кстати, 2-1 счет. Вот, Нави начинают потихонечку кусаться. Дезрапторы, кстати, пикнули. Тоже мы сегодня видели, как Дезраптор работает с аксом. Вот неплохо там ставится сразу kinetic field со static storm. Если что, глимсуют. Ну и там акс начинает всех с крюринг-блейда просто разрезать. Ну и разор. Разор в мид, акс в лес пойдет. Харда будет пустовать. Скорее, как и всего. Ну и последний бан должен быть бан кэрри. Медуза. Ну, это даже, по-моему, было очевидно. В том плане, что Медуза постоянно сегодня банили. Вот как последнего кэрри. Считается он у китайцев самым топовым. И самое западло против них играть. Ну, в принципе, Медузу действительно мы видели сегодня от Бернинга. Там забей. Медуза была. Просто зашел в наглую, спушил сторону. И все. И ничего ему сделать не могли. Поэтому, да. Медуза действительно сильный кэрри. Ну и последний бан от команды Dream Gaming. Ну, я напоминаю, что после этой серии Best of 2 у нас последняя серия на этом канале на сегодня. Это будут Менески против ДК. Я думаю, побольше народу подтянется посмотреть. Потому что там кто-то, может быть, ставил на ДК. Либо против ДК. Так что посмотрим, как закончится. Напомню то, что Мисс с Менески сыграли перед этим. 1-1 у них счет. Там первую взяли Менески. Потом Мисс вторую взяли. Ну, смотрите, как неожиданно решили нас Эйс удивить. Пиком Мипо. И вот, здравствуйте, пожалуйста. А банился вообще Клокверк. Думали, что Вайпер, что ли, будет... Стоп, 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 стоп. А как это они так Клокверка банили? Клоквер, Дезераптор, Жакира, Саппорты. Здесь Вайпера можно в Харду отправить. Мипо можно отправить в Фармить. В принципе, неплохо будет. Ну, или Мипо в Мид. Вайпера Фармить и Бримастера в Харду. В общем, варианты есть. Посмотрим, как по лайнингам распределится игра. Ну, я надеюсь, мы сейчас уже начнем. Там переподключились хоть все товарищи. По-моему, все у нас переподключились. Будем надеяться, что так и есть. Ну, и предикшены вы, кстати, сделали. Зачитай, кто как подумал. 2-0, 36% думаю, что победит Дрим Гейминг. Команда Дрим Гейминг победит со счетом 2-0. У нас там все равно паузы, пока можно посчитать. 36%, думаю, 36,4%, если быть точным. 2-0 победят Эйс, думаю, 27,3%. Ну, и 1-1, думаю, также 36,4%. Так что вот так. Wait, wait. Так, ладно, можно поприветствовать команды. Дрим Гейминг. Кью сыграет на Розоре. Wave сыграет на Бристлбэге. Товарища я не смогу прочесть. Будем называть его Акс. Кир сыграет на Скаймаге. И замена Дэймонс сыграет на Лайне. Ну, и, конечно, Кью тоже замена. Не стоит об этом забывать. И это Дрим Гейминг команда. Ну, и команда Сил Тьмы. Эйс, значит, Сикрет сыграет на Дизрапторе. Прогрузился он, слава богу. Фокс сыграет на Вайпере. 82-444 сыграет на Брюмастере. Кьюл-7 сыграет на Джакира. И Миса сыграет на Амипо. Теперь осталось посмотреть только на Лайнинге. Как это все будет распределяться. Статуи тут, к сожалению, нет. Но тут у нас будут перезаходы. Тоже, кстати, интересная такая статуя. Это Свен у нас такой. Так, ну, я пока посмотрю счет между Нави и Эмпайр. Ну что, там 6-3 и Нави ведут. Виндрейнджер, к сожалению, не знаю, кто на Виндрейнджер играет. Йоку играет на Виндрейнджер. За Эмпайр ушел он там на лоу-хп. Могли ему там настучать немножко, но успел он уйти. Ну и люди перемещаются у меня здесь, неподалеку от меня. Не стоит пугаться, друзья. Это не вас глючит, но... Да-да-да, тут опять спрашивают про счет. Скорь 0-0. Ok, go. Thank you. Ну, слава богу, мы можем начать. Друзья, сейчас, секунду, нужно проверить звук в Dota TV. Да, звук в Dota TV есть. Меня должно быть слышно, все должно быть нормально. Так, ну что, я уже команду поприветствовал. В принципе, ваши предикшены распределились почти поровну. То есть, кто-то думает, что 2-0 завершат матч Dream Gaming, ну и кто-то думает то, что 1-1 будет. Ой. Чихнул так, что еле успел выключить микрофон. Ну, ладно, в принципе, нос немножко разложил, а теперь, думаю, перестану гнусавить. Но все равно гнусавость остается, друзья. Вы поймите то, что разговариваю без перерыва, голос сам по себе садится. И после горячего кофе выпил холодные напитки. И за счет этого немножечко голос сел. Ну и вайпер сюда приходит с дизраптором. На плотном отжимает руну у пацанов. Тут хекс дали в дизраптора. Кстати, клинка высоцали всю дамагу. Здесь еще можно сейчас забирать и вайпера. Как качественно сейчас играют ребята из Dream Gaming. Действительно, Dream Gaming. И даблкил делает скаместь. Почему на ровном? Потому что ничего ему здесь не мешало. Ну и здесь нашли у нас Бристлбэга. Брюмастер ему такую тычку еще зарядил. Клэп у Брюмастера был. Ну и Джокира еще Дуалбретом задул. Так, ну что у нас по лайнингам получается? Вайпер с дизраптором будут стоять против Акса. Это с Леоном. В миде противостояние Разора и Мипо. Но Мипо здесь нужно быть предельно осторожным. Особенно качественно нужно здесь контролить Мипори, когда появятся другие Мипо. Потому что Разор может не отпустить. Это всегда нужно помнить. С Джокира смещается науфлейнг к Брюмастеру. И что это получается? У нас стандартные пабовские 2-1-2? Ну ок, посмотрим. Даже интереснее. Вот так без всяких заморочек решили ребята поиграть. Почему бы и нет. У Акса здесь 6 тангусов. Стоит здесь Центрик. Нужно Акса здесь очень аккуратно стоять. Потому что Дизраптор с Вайпером могут не простить. Вайпер уже 3 уровня. Там с появлением 4-го, 5-го вообще начнет заплевывать. Очень больно. И тут и Леону может достаться. Леон правда прокачал Хекс. Но 473 ХП. Это вам не 800 и не 1000. И может быстро Леон закончится. Ну вот Вард тут разбивает. Ставит Центрик. Этот Вард не разбивает. Леон в Инвизе будет пытаться сейчас зайти за спину Мипарю. Но и Мипа тут могут в теории забрать. Если по этому Мипа попасть станом, то именно поэтому это будет фраг. Ну и по Мипа качественно попадают. Тут сразу сетка, Хекс. Но не так немножко надо было делать. Там Розору надо было вырываться вперед. А Леону уже попозже открываться. Но неудачно тут Скаймак выбрал цель для размена по ХП. Абсервер тут, кстати, прикольно валяется. Джокира посильнее будет со вторым Ликвид Фаером. Больно залетает по Скаймагу. У Скаймага только Аркейн Болт и Конкассив Шот есть в единичку вкачаны. Пока этого недостаточно. Пассивочка имеется у Брю. Ну и в два вкачан Клэп. Ну и посмотрим, что здесь выформит Мипу. Первым какой будет его артефакт. Хотелось бы, конечно, увидеть даггеры. Такого, знаете, агрессивного Мипа, который как олдскул пошел там сразу гангать. Ну и тем временем там Джокира все-таки забрали. Леон сюда пришел. И Джокира закончился. Враг достался, кстати, Леону. Ак здесь подфармивает. Ну хорошо, хорошо начали Dream Gaming. Неплохо вот здесь подрались. Ну тут отдался Брис, но ничего страшного в этом нет. Ну и Хасту тут забрал у нас. А кто забрал-то хоть Леон? Ну и Мипа тут настакали. Будет оно-то сейчас все выфармливать через пуф. И неплохо, кстати. Три пуфики вкачаны. И как больно крипам. Но там по Мипу бьют. И надо быть осторожнее. У Иоакса там, кстати, интересный довольно артефакт появляется. Есть уже Транквилы. Даггер ему нужен быстрый. Как и Мипа. И будет у него все в шоколаде. Ну и здесь плюсик получается. Тут все получится. Ну и что, Разор. В Рейсбенд есть, банка есть. Надо ему, наверное, сделать Аквилу и барабаны какие-нибудь. Попробовать сыграть через ауры и плотность. По-моему, это не помешало бы. С таким плотным Аксом еще иметь такого Разорчика. Потом ему Аганим какой-нибудь и вперед поехало. Кстати, всегда хотелось бы посмотреть, да. Противостояние Разора и Вайпера в миде. Очень прикольно это смотрится. Но, к сожалению, здесь вот. Вайпер вообще стоит на топе. Лагать начинает. Это плохо. Очень плохо. Very, very bad. Лаги очень серьезные. Гримс непонятно куда и откуда. Плазма Филд вообще не просветился. В 4 он, кстати, вкачан. Очень агрессивный Разор. Действительно, приносит себе брасер. Будет делать себе барабаны. Но неплохо. Почему бы и нет? Так. Что там у нас на Старладере 1? 13-10 счет в пользу Нави, если кому интересно. Тревелла купил себе Мипу. Но вот это Мипу фармящий будет. Посмотрим, умеет ли. Но я думаю, китайцы просто так бы не пикнули. Наверное, шумеет. Распикнули. Кстати, тут вот так. В инвизе Брюмастер. Ну, бесполезно. Он с Клэпа бы не забрал бы там Скаймага и боялся, что тут на помощь кто-то выйдет. И бесполезно там было. Ну и нетворсики можно открыть. Потихонечку посмотреть, кто ведет. Там, кстати, внизу. Сейчас замес будет. Сайленс повесили на Дизраптора. Джокира Айспад. Очень хороший. Там Хех скинули. Дизраптора нужно попытаться убить. Вот у нас невидимая такая... Очень непонятная дота. У нас Плазма Филд ставится... Дизраптор перед смертью ставит у нас Кинетик Филд. Ну и это минус 2. 5-1. Дрим Гейминг начинает вести. Ну не хотелось бы, чтобы игра так быстро заканчивалась. Хотелось бы все-таки на Акс посмотреть, что он из себя представляет. Друзья, можете не писать в чат Гоу подписки и кидать ваши ссылочки. Они автоматически удаляются не мною. Так что даже если бы я захотел вас как-то пропиарить, я бы этого сделать не смог. Потому что запрещает чат ссылочки от людей. Так, ну что там у Вайпера ПТ появилось. Мне показалось. Да, и Мека тут уже почти готова. Вот у Вайпера уже есть заготовочка под драку. У Бримастера ну айс пат в никуда. Либо лаги сказываются, так я не знаю. Ну, Праймал Сплит. Здесь Хекс у нас в Джакира. Джакира как-то пытается еще задуть немножечко. Но Джакира нужно уже убивать. Айс пат очень хороший. Попадает по Леону. Здесь в ветрах летает Акс. Бегает здесь Брист. Здесь нужно уходить. На самом деле было Бримастеру, но на него вешается Сайленс. И очень ему больно. Конкассив Шот еще залетел под конец. С Эквилинг Блейдом его Акс разбил. Ну, не разбил, а распилил на часть. Разор здесь спокойно спушивает. 522 монеточки имеется. Нужно ему на самом деле сейчас подумать о барабанах. О квиле, барабанах. Что он там собирался себе делать. Ну, в Ботом Тавер тут линия хорошо пропушилась. Тут Скаймакс здесь. Где там Брю? Ну, Брю нужен Даггер, как и Мипо. А Мипо фармит сразу Аганим. Вот так решил. Ну, правильно. Если это фармящий Мипо, здесь как раз Аганим и нужен. Другой вопрос. То, что... Вот этот товарищ, который выформил уже Мекку и Эквилу... Который выформил уже Мекку и Эквилу, обязан сейчас как-то присоединяться к дракам, которые сейчас будут уже начинаться. Все-таки 10 минут игры позади. Графики откроем. По экспе смешно. И по Галде пока тоже. Так вот, считайте, что Мипо нету, если он будет фармить вот так до определенного момента. Ну, здесь подцепили Брю мастера, здесь Акс. Ну, здесь сейчас Брю мастер будет заканчиваться. Агрит его Акс. Но здесь Мека очень хорошая от Вайпера. Здесь сейчас Брю... Бристалбэк заканчивается. Брю мастера также собирают. Начинает сосать дэмэдж просто Разор. Прожимает ультимейт. Ну и высосал сколько там... 42 и 1. Вот так вот. Ну, Акса Блинк неожиданно появился. Вот как раз после этой драки. Когда убили там Прю мастера. Хватило ему. Ну и прилетел сюда Мипо. Сеточку накинул. Вайпер плюнул. И забрали Разорчика. Ну, айспаты вообще какие-то. По-моему, пинг там по тысяче что ли. Потому что, ну... Айспаты вообще какие-то непонятные. Ну, Дисраптор тут под ДД забрал Скаймага. Здесь Акса ловит. Он... Кстати, еще непонятно, кто кого ловит. Смотрите, ну, в принципе, тут... Если бы здесь не было Дисраптора, Акс мог бы убить Мипо. Поэтому Мипо так нельзя. В следующий раз Сол нападать на Акса. Там еще БМы какие-то появятся. Так вообще забей. Ну, если с руки, естественно, будет бить. Акс его заагрит. Спуфов там же, по-моему, по БМу не проходит. Дамаг. Насколько я знаю. Если я не прав, поправьте. Или стоп. Или спуфов должен проходить дамаг. А ну-ка. Так, стоп. А, ну, походу, он не действует. Ну, короче, напишите в чате, пожалуйста, кому не лень. Я прочту. Через две минутки. Ну, бресту можно приобретать себе какой-нибудь вангуард здесь. Потому что... Мекку, как по мне, лучше пусть сделает Разор. Хотя, может быть, и Акс вангвард будет себе какой-то делать. Там... Миддл Тауэр упала. Дисраптор пытается как-то себя защитить. Хекс на него. Аркана. Болт и конкассив шот. И без шансов. Минус два. Делают. Зарабатывают тут 1100 золота и 1300 опыта. Ну, и даггер появляется у брюмастера. Есть у него артефакт, через который можно агрессировать. Ну, а здесь мипо у нас забирает акси. Слушайте, больно-то как. Улетает отсюда один мипо, и все благополучно к нему упуфываются. Ну, если можно так сказать. Ноль дэмэджа, кстати, сейчас у вайпера. Ну, и топ-тауэр. Брист тут начинает бить. Появляется у него виталити бустер. Читерский рейндж сделали у сетки. Смотрите, как качественно. Там Мистик Флэр попал сразу по двоим мипо. Но все равно убили мипо. Это главное. Самое главное, что Скаймак не растерялся. Дал Мистик Флэр хороший. Там Леон еще станчик по всем мипорям дал. Ну и забрали. Молодцы. Ну, топ-тауэр здесь заканчивается. Да. Ну, у Разора уже 1700. Вангуард появился у Бриста. У Акса. Вот Аксу, кстати, тоже надо что-то на плотность. Ну, БМ и хотя бы собрать. Вообще было бы идеально. Прыгать и как-то контрить, пытаться мипо. Ну, здесь два нуля. Хотел сказать Нокия, но не Нокия, а кроссовок еще есть у него. Вот именно кроссовок, мне нравится это название. Ну и Акс здесь в Статик Шторме и в Кинетик Филде закончился. В прошлой игре Акс там убивал, а теперь его там убивают. Ну и даблкил делает мипо. Мипо опасно фидонить. Ну, здесь начинается драка, здесь погоня за Брюмастером, но ребята отступят из Dream Gaming, потому что они послабее здесь будут. В чем преимущество мипоря? Да, ребят, самое основное преимущество, то что если драка проиграна и байбэков нету, и мипо остается один, он просто уничтожит вам всю базу. То есть реально, может взять ему и умереть, у мипо будет байбэк, он прилетит на траволах и разрушит вам до трона. Ну и трон, в принципе, тоже может успеть. Все зависит от ситуации. Так, ладно, что тут дезераптор? Кстати, дезераптор мне нравится. Транквилы есть, урна есть, все полезное. Здесь бикаби должно быть. Кстати, довольно дефолтно, замечательно, да? Артефакты очень схожие собирают. Но здесь не бкб, кстати, а поинт бустер уже есть. Значит, это будет аганим. Хорошо. Здесь даггер пока ничего. Ну, Джакира все стандартненько. Ну, и здесь пока только аганим и 1500 сверху. Что здесь можно собрать? Да, в принципе, все то, что собирают мипо в пабе, здесь зайдет. Вот, здесь и Владмирс неплохо подошел бы, здесь мека уже имеется. Ну да, Владмирс, в принципе, можно себе собрать и это будет полезно. Ну и Брис тут натыкается на друзей. Но в итоге получилось, что Брюмастер один отлучился от толпы и наткнулся на всю тиму. И здесь сейчас АСС будут разбираться. Да, здесь АКС влетел под АСПАТом, бьют, кстати, Меледикт прожимают, бьют вайпера, но и вайпер здесь сейчас умрет. Да, вайпер умирает, действительно. Классный счет у команды. 15-9. Ну и мипо здесь сплит опуширует. Сразу же отсюда улетает. Хорошо. 2 ТП потрачены, 2 ТП не будет у команды. Dream Gaming. Так, что там в чатике пишут? Должен работать, пишут. Ну, раз должен, значит должен. Тогда это еще лучше для АКСа. Ну, АКС мипо здесь ловит опять в сетку и убивает. Вот, мипо здесь как-то вообще недооценивают, как по мне, у него и АКВИЛ уже появилась. И делает он фраги по всей карте. И даггер у него есть. Действительно, как я и предполагал, будут фраги делаться по всей карте. Это лодскульный получился мипо. Просто не первым мы там даггер, но умеет пользоваться. Просто достаточно частое явление, когда, знаете, там на 30-40 минуте мипо покупает себе даггер и говорит, типа, guys, типа, go fight. Вы уже понимаете, то, что fight 5 на 5 вы не выиграете, потому что там все нафидоне ли крупно. А мипо, типа, был юзлисом полнейшим, потому что он ничего не делал за игру. Только ходил и фармил свой даггер и выформил его там хрен знает когда. И вот от такого мипо толкового абсолютно никакого нету. А вот от такого, который мы видим здесь, это классный мипо, который и фармит, и убивает. Что очень сильно важно. Отправил себя подхилиться. Ну что ж тут у Акса. У Акса 850 монеток. У Разора 1800 по-прежнему. Нужно уже что-то покупать. Тут есть Crimson Guard. 2-0 обсерверы. И здесь даггер есть у Леона. С пальца прыгнет, зарядит. Точнее, с даггера прыгнет, пальцем зарядит. И будет неприятно. У Бримастера пока ничего интересного так же не появляется. Да здесь, в принципе, и Кираса, вот эта, которая нужна Бриму, она может появиться у Мипо. У Мипо здесь хороший уже перифарм. Мы видим, что начинает вырываться потихонечку на 2000 приблизительно. Там уже и Вайпер Разора начинает обгонять по XP мы видим 2000, по Галде мы видим приблизительно 3. Ну и фарм здесь энчетов. Вот так, у кого есть возможность, кто хочет научиться за Мипо играть, учитесь. Смотрите, как это делают китайцы. Конечно, не самая лучшая игра, я не могу утверждать этого, потому что маловато я видел игр профессиональных с Мипо, к сожалению. Но, судя по это, я думаю, сделаю какой-то вывод. Ну, герой, безусловно, хорош, просто надо им уметь микрить. И в разных моментах нужно уметь и дэмэдж внести, и убежать, расконтролить Мипо рейпу хп. Когда там, допустим, тут меня убивает в пабе всегда, там, Мипо остается один, у него вот этот Мипо, допустим, там, один слоу хп, и он его отправляет, типа, вперед, драться. Зачем, если можно его просто расконтролить вниз, выбрать, не вниз, а обратно на базу, выбрать остальных и пойти драться. Ну, бывает такая, короче, ошибка. Ну, и забирает здесь Dream Gaming Рошана. Тут сетка залетает от Мипо, Мипо пытался много дэмэджа внести, но зря он сюда прилетел, тут его через Mystic Flare просто забрали. Crimson еще поражали, здесь iPad, Static Storm, очень много дэмэджа. Здесь Брист умирает, Леон сейчас тоже должен умереть с Разором. Разор уже умер, Леон уже умер. Ну, и что, кто тут остался жив? Sky Mag и Axe. Но Axe тоже сейчас должен, по идее, заканчиваться. Да, тут и Viber наваливает. Тут Ice Pat'ом приморозили сейчас Skyverse Mage. Ресается Axe. Много дэмэджа вносит, но недостаточно много, чтобы убить Мипо. И это минус 6, в размен на 1. Ну, не посчитала здесь сразу всех, но эту смерть должно посчитать, только попозже. Ну, не хочет оно считать. Неважно, вы сами все видели, поэтому чего тут скрывать. Ну, и по миду вышечка начинает потихонечку пушиться. Друзья, если есть желание, еще раз повторяю, задавайте какие-то вопросы в чат, потому что начинаю я уже немножко кемарить, а у нас еще как минимум 3 игры, поэтому... Вернее, всего 3 осталось, но без разницы. Ну, и вышка здесь закончилась. И Brewmaster все-таки Владмирс покупает, значит, будет что-то имею по-более полезное собирать. Яша у него появилась. Леон выфармливает что-то. Прошу прощения, друзья. БКБ будет появляться у Разора. Ну, и также БКБ будет у Бреста. Нужно здесь БКБ. Скаймага. Форстав должен в скором времени появиться. Ну, и пока это все. У Диздраптора, что, тоже, наверное, Форстав хочет сделать себе. У Вайпера новых артефактов не вижу. Здесь Владмирс появился после последней драки. Кстати, надо на графике посмотреть. Но мы видим, что 5000 Аксес ведут по Галде и по опту также 5000. Это у нас Brewmaster. Ветра появились у Джакира. Хорошо. Хоть и не тайминговые, но все равно хорошо. Аганим, Яша. Ну, и заходят ребята под смоками. Глимсуют моментально Скайверс Мейджа. И, значит, нужно его убивать. Сайленс вешают на Диздраптора. Там Меледикт мимо. Прожимается Мека. Юзается урна. И до свидания. Тут, кстати, еще и Леон умер. Ну, минус 2 делают. И зарабатывают 850 опыта. Ой, золото и 1200 опыта. Ну, вот вам и Мипо. И Мипо этот уже его не остановить. Мы видим, да? То, что он прилетел Разора в соло. Просто разобрал. Ну, как в соло. Бригада у него из 5 человек имеется. Которая очень больно бьет. Прилетел еще на Бриста. Да, ну, вот на Бриста боковать, кстати, сейчас не лучшая идея. Да, потому что здесь Аксы. Здесь вдвоем заберут. Мипо. Да. Ну, не лучшая идея была. Заигрался. Не надо было так делать. Сейчас посмотрим, кстати, сколько за него дали. Ну, хорошо за него дали. 1600 золота и 2400 опыта. Неплохо. Ну, и по топу ребята из Ace начинают заходить. Здесь хотят уже начать пушить. Леон, кстати, впрыгивает с даггера очень качественно. Кстати, Велидикт классно ставится. Но тут сразу же статик шторма. Кинетик фил. Здесь Хекс вешается с Сайленсом. Но, ребят, не могу я немножко вовремя комментировать. Потому что вы видите, какие лаги. И здесь просто отходят, ребята. Возможно, у них такие же лаги во время замеса. Поэтому. Пишет, что Мипа лучше Хекс сделать. А Кираса не зайдет против Акса. И Бреста не зайдет. Ну, тоже верно соглашусь. Хекс очень полезный. Но пока его вроде бы не собирается делать. Оформят здесь саппорты. Ну, как саппорт. Хард лейнер. Но это все равно больше саппорт Джакира. Нужно БКБ в корт героя. Ну, кроме Мипа. Мипа оно ему не нужно. Но все равно. Мипа нужно просто четко ворваться. Внести дэмэдж и улететь. Вот что от него требуется на данном этапе. Так, друзья. Надо графики глянуть. Посмотреть. Как что. Ну, 5000 так и осталось по опту. И 5000 по золоту так же. 1000 друг друга команды, как я люблю говорить, действительно. Играют в доту. Одна команда в этой части, карта другая в этой. И не пересекается пока что. Кстати, что там насчет Старладера 1. Ну, что ж. Там выиграл на самом деле Нави. Счет 1-0. И через 5 минут там вроде бы должно уже лобби загрузиться. И начнутся пико-баны. Как законтрить Бристлбека. Бристлбек контрится, в принципе, во-первых, сайленсом, станом. В общем, сделать все, чтобы он не спамил, во-первых, свой скилл. Потому что, почитай, как работает ульта. Ну, во-вторых, бить его в лицо. Все. Тогда он рассыпается изи. Ну, конечно, если он не 6-слотовый. Потому что 6-слотовый Брист хоть и рассыпется от хардкерри, но не так прям за секунду. Ну и пушится топ-вышка команды Dream Gaming. Динк прожимает в разор Плазма Филд. Здесь еще прибежал Брист сразу колючками расстреливать всех. Саша Яша у него. Почему бы не сделать себе какую-нибудь... Ну, хотя Алибарда не заедет против Мипа, да. Ну, опять лаги ужаснейшие. Там, глимпсонули непонятно куда. Здесь Праймал Сплит. Поймали Леона, убили Свайпером. Айспад также и Мипа в сеточку ставит по... Бристлбегу. И Бристлбега также отправляют в Таверну. Ну, и так возвращаемся к вопросу о том, как законтрить его. 2000 золота и 2500 опта. То есть, Брист вообще здесь ничего не смог сделать. Хотя есть Кримсон, 15 армора. ХПшки там вроде бы не так уж и мало. Но все равно ничего сделать с этим не может. Даггер есть также у Вайпера. Очень прикольно это. Может прыгать из сульты, просто ультовать. А может прыгать и догонять. Монта появилась у Мипа, но это совсем уже просто чересчур. Там Тавер, мне кажется, просто под землю уйдет. Знаете, даже не будет пушиться, а просто сам под землю уйдет заранее. Ну, и БКБ нужно сейчас чуть-чуть остается Брю нафармить. Брист, кстати, БКБ себе не стал делать. Я уже отметил то, что он собрал себе Сашу Яшу. Ну, решил, что полезнее будет она. Но, в принципе, в этом ерунда. Разор здесь под ультимейтом. Нужно ему подумать над своим поведением. И, может быть, попытаться собрать Аганим. Игра, конечно, жутковато лагает. Мне это не нравится. Я надеюсь, в следующей катке так не будет. Ну, с другой стороны, нечего мне ныть, потому что это Китай. Гиперстоун еще у Вайпера. Что-то мне подсказывает, что он Кирасу, что ли, хочет себе купить. Потому что Брю тут занято БКБхой. Мипа тут непонятно что подфармливает. Ну, возможно, Хекс, как говорили в чатике. Джакира. Джакира, рецепт Форстафа. И непосредственно будущий Форстаф лежит. Нужно только колечко Регина и будет там. Ну, и БКБ появилась. Форстаф появился также у Дизраптора. Ну, неплохо. У Разора мы видим 2500. Еще не хватает денег на какой-то серьезный артефакт. Здесь 775 монеток. Вот уже больше стало. Добил Брист Крипов. 2000 хп, но все равно как-то Мипа его быстро раздирает. Ну, а здесь фармит. Тоже 2500 голды. Скаймак до сих пор в 2-0. И даггер у Леона. Насколько я знаю, в Хексе работать должны пассивки. Только в Думе с Аганимом они должны отключаться, насколько я знаю. Опять же, поправьте, если я не прав. Потому что Акс, по крайней мере, крутился в Хексе. До последнего момента. И мне кажется, что действительно работают пассивочки. Да там дело даже не в пассивке. Возможно, в начале, когда разменивается пхп, там дело в пассивке. Он сильно жирный. Смотрите, тут за спину заходят ребята из Эйс. Наваливают по Аксу. Аксу отсюда нужно улетать. Очень много демеджа внес Мипа. Забирает Разора. Погонят здесь за Бристом. Ну все, Брист сейчас крякнет. Прожимается Кримсон в никуда. И Брист просто крякнул. Это Оуледж. Минус 3. Так вот, дело не в пассивках. Вначале работает хорошо пассивка Бриста. Потом, когда его уже специально фокусят. И вот у него такой, допустим, затар. Это уже не столь важно. Бить его со спины. Конечно, желательно бить в лицо. Понятное дело. Но если задаться целью, все равно его там убивают. Поэтому не суть. Вайпер с Аганимом ультует. На сторону зашли настойчивые ребята из ИС. Айспад. Настреливает очень больно Вайпер 17 уровня. Кстати, там что насчет байбеков. Ну байбек я вам включил, чтобы вы видели. У Мипа нет байбека. Именно поэтому он так не агрится здесь. Купил на себе диффуза для чего-то вторые. Давайте подумаем, для чего. Ну, стопить разве только кого-то. Или же даже не стопит, замедлять, да. Вот так учитесь играть. Ветра в крипа. И в принципе, вы в безопасности. Так вот, для чего купил Мипа здесь диффуза. Не совсем я понял. Возможно, уже просто усталость сказывается. Потому что немножко я уже тупить начинаю, да. Ничего страшного. Ну так, ничего страшного. И Мипа здесь заходит. Очень много демоджа. Здесь ставится статик шторм. Здесь надо Бриста, кстати, собрать. Не обращайте на кого внимания. Бриста, 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 Бриста. Нельзя так просто отпускать. Леона уже забрали. Здесь нужно забирать Бриста. Но здесь Акс врывается, защищает Бриста. Но Бриста, кстати, убили. В конкассе в шот Аркана, Болт, Сайленс и Разор идет настреливать по Вайперу. Мипа прилетает, ловит Разора. Акс врывается. Пытается как-то Мипу помешать. Мипа убивает Акса. Акс сразу байбекается. Включил я для вашего удобства байбеки. Можете их здесь наблюдать. Ну и Доминейтед, Мипа. И по-моему, это слово на букву П. Для команды Dream Gaming. По крайней мере, первую карту они точно проиграли. А вы подумали, какое слово на букву П. Опять шутки за 200. Ну, друзья, да. Ну, просто устал. Хочу себя немножко повеселить. Айспад заходит. Но это уже не имеет никакого значения. Потому что написали ГГВП. Я надеюсь, что сейчас второе лобби стартанет почти сразу. Поэтому никуда не разбегайтесь. Кому надо, идите на StarLadder 1 Квилату смотреть Na'Vi с Empire. А кто интересуется, чем же закончится наш BPO2 матч, оставайтесь с нами. Никуда не уходите.